МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Время новостей на МТВ в студии Светлана Ларикова. Сегодня представители Волгоградской области поделились с коллегами из других регионов опытом восстановления главных культурно-исторических памятников и военных мемориалов. В областном Краеведческом музее состоится открытие выставки 200 «Сталинградских дней и ночей». Артисты театра «Кукол» приглашают зрителей на один из лучших спектаклей в репертуаре – драму «Сталинградская Мадонна». О детской безопасности и правилах поведения на дорогах сегодня будут говорить на брифинге с сотрудниками госавтоинспекции. Об этом не только, я и мои коллеги расскажем вам в течение дня. А в ближайшие полчаса вы узнаете, в каком районе Волгограда 1 сентября откроется новая школа, какой полезной и нужной акцией присоединилась волгоградская молодежь в День российского студенчества, и как специалисты службы спасения Волгограда отрабатывают свои навыки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 67-й школе Волгограда завершен капитальный ремонт. Выполнены отделочные работы, застеклены первые и вторые этажи, учебные помещения тоже готовы. Осталось установить оборудование и мебель. Итоги обновления проверил глава Волгограда Владимир Марченко. В этом здании невозможно узнать прежнюю 36-ю школу. О том, в каком состоянии оно было перед реконструкцией, говорят эти снимки. Капремонт не делали с момента постройки. В 2017-м приняли решение учебное заведение расформировать. Учеников и учителей перевели в соседнюю школу номер 67. По завершении капитального ремонта здание станет еще одним корпусом 67-й. С ноября 2021 года подрядчик приступил к работам. И вот, собственно говоря, в установленный контрактом сроки были заменены все коммуникации. Произошло усиление конструкций, отделка внутренняя, внешняя. Такому результату шли долго. Соответственным подрядчикам повезло только с третьего раза. В отремонтированной школе есть свой пищеблок и спортивный зал. К первому сентября в школе установят все необходимое оборудование, появится мебель. Как только позволят погодные условия, начнут работы по благоустройству прилегающей территории. У нас есть уже спортивная площадка, тренажеры уличные. Будет еще для малышей детский городок. То есть для детей будет все благоустроено именно к первому сентября. Первого сентября мы проведем здесь торжественную линейку, и детки сядут за партой. Владимир Марченко осмотрел обновленные помещения и отметил, что большое внимание следует уделить прилегающей территории. Также глава Волгограда поставил задачу перед профильными службами сделать такую работу системной. Нам нужно по всем учреждениям образования, дошкольного воспитания посмотреть по прилегающим территориям. Особенно по подвизненным путям, тротуарам и так далее. Потому что вот вы здесь сегодня сказали о школе в Краснодарском районе. То есть мы на это нужно обладать особые деньги и на упреждение работы. В Волгограде стремительно набирает темпы строительства современных учебных заведений. Это позволило разгрузить другие школы, лицеи и гимназии города-миллионника, отказаться от второй смены. На сегодняшний момент в городе Волгограде завершается строительство школы на тысячу мест в Ворошиловском районе, которую мы тоже планируем открыть к первому сентября. А также началось строительство школ в Дзержинском, здесь же в Дзержинском районе, на Картоевой и Шехнинской на тысячу мест и на 1200 с лишним. Помимо этого планируется строительство в Тракторозаводском районе на Водстрое, а также в Комарова в Советском районе. 1 сентября, в День знаний, новый учебный год в этом новом корпусе 67-й школы начнется более чем для 400 мальчишек и девчонок, учеников начальных классов. Любовь Макарова, Виталий Грищенко, Время новостей. Тем временем в Дзержинском районе в строящейся школе на 1280 мест специалисты приступили к возведению наружных стен первого этажа. Учебное заведение на улице Картоева строится в рамках регионального проекта «Современная школа нацпроект образования». Интересно, что здание спроектировано таким образом, что младшие, средние и старшие классы будут учиться раздельно. На завершающем этапе здесь смонтируют слой утеплителя и вентилируемый фасад. Подрядчики продолжают монтаж монолитных конструкций третьего этажа и прокладывают наружные сети водоснабжения. Ежедневно на объекте трудится 65 человек и 6 единиц техники. Для учащихся в школе оборудуют два спортивных зала и спортгородок. Актовый зал. Предусмотрены театральная студия, лингофонные кабинеты, библиотека, профильные мастерские, лаборатории, современный медицинский и пищеблок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в здании школы появится лифт. Школа по улице Картоева станет очередным современным образовательным учреждением в Волгограде, построенным в последние годы. В Кировском районе сдана школа на 800 мест, две школы на 1000 мест построены в Советском и Красноармейском. Такие же школы строятся в Рашиловском районе по улице Кузнецкой и в Держинском по улице Шекснинской. Определены подрядные организации, которые спроектируют и построят школы в микрорайоне Комарова, Советского и поселке ГЭС Тракторозаводского районов. Уникальная школа патриотизма, где воспитывают настоящий характер и лучших представителей молодежи нашей страны. В торжественной обстановке в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили еще 100 мальчишек и девчонок, учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города-героя. В преддверии 80-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» юные волгоградцы дали клятву гордо нести звание юно-армейца. Клянусь! Клянусь! С честью и гордостью нести высокое звание юно-армейца! Клянусь! 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 Воспитанники военно-патриотического движения чтут память героев прошлого и равняются на лучших из лучших. Юно-армия развивает нравственные качества, развивает патриотизм в своей стране, в своей родине. Также дает возможность участвовать в военно-патриотических мероприятиях и служить на благо страны и общества. Активисты движения юно-армия благоустраивают места захоронений героев Великой Отечественной войны, проводят памятные и военно-патриотические акции, несут вахту памяти у Вечного огня, помогают людям в рамках различных волонтерских мероприятий. За активное участие в деятельности Всероссийского движения трем юно-армейцам вручили нагрудный знак «Юно-армейская доблесть третьей степени». Для меня это очень многое значит, потому что это показывает, что действительно я добилась чего-то в волонтерстве, в движении «Юно-армия». Меня это очень радует. Знак «Юно-армейская доблесть» – высшая награда движения. Он вручается за призовые места в военно-патриотических мероприятиях, за героизм, за достижения в учебе и спорте. В числе обладателей почетной награды – Денис Иванов. С гордостью вспоминает, как 9 мая вместе со всей командой принимал участие в параде на Мамаевом кургане. Чтить память героев и знать историю своей страны – для него неотделимые понятия. Для меня патриотизм – это такое состояние, когда человек думает и любит свою любимую родину, и готов за нее многое сделать, то, что даже другие думают, что это невозможно сделать. Мне в «Юно-армии» нравится то, что, во-первых, она сплочает многих между собой, находишь много друзей. Инициативные, справедливые патриоты, умеющие сопереживать и помогать друг другу. Ребята шаг за шагом получают навыки и становятся настоящими гражданами своей страны. В «Юно-армии» их учат любить родителей, родной город, историю страны. С Великого Сталиграда, великими, большими, широкими шагами пошла победа. И, конечно, мы не могли просто перед таким праздником ребят не принять в «Юно-армию». И очень большой конкурс был из школ, чтобы вступить именно в эту дату. Потому что очень почетно. Ребята очень хотели. Старшие юно-армейцы поддерживают новобранцев. Руслан Майтанов вспоминает, как пять лет назад давал клятву. Считает, ребятам очень повезло. Ведь они становятся юно-армейцами в канун 80-летия победы в Сталинградской битве. Очень приятно видеть, как все больше и больше людей вовлечены в данное движение. И, надеюсь, дальше больше. Ребята, которые только что пришли в ряды «Юно-армии», я желаю дальнейших успехов в учебе, в спорте. Также успехов в нашем юно-армейском движении. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юно-армия» насчитывает в своих рядах более 1 миллиона 250 тысяч активистов. В Волгоградской области действуют 172 юно-армейских отряда. Они объединяют более 10 тысяч человек. С каждым годом желающих стать частью этой команды все больше и больше. Наш город является наследием великих побед, побед наших отцов, дедов, прадедов. И обязательно должно быть поколение, которое следует всем традициям и всем тем ценностям, которые они нам заложили. А это любовь к родине, патриотизм. Это любовь к своему городу, его развитие. Участники юно-армейских отрядов нашего региона ведут активную работу по сохранению исторической памяти в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». В декабре этого года юно-армейцы собрали более тонны новогодних подарков для наших бойцов в зоне СВО. Юные жители региона вместе со всеми принимают активное участие в подготовке к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Дарья Денисова, Александр Шишин. Время новостей. В рамках празднования Дня российского студенчества волгоградская молодежь приняла участие в донорской акции «Я студент, я донор». Более 50 юношей и девушек почувствовали себя настоящими героями, которые могут спасти не одну жизнь. Ребята сдали кровь и ее компоненты для пополнения банка крови региона. Сдал кровь, день прожил не зря. Этим студентам выражение хорошо знакомо. Для многих из них регулярная сдача крови стала привычным ритуалом, который позволяет осознать значимость и необходимость этой процедуры. Ребята признаются, быть донором почетно. Это не первая моя акция, потому что это помогает людям круто быть полезным. Это такой жест, это же несложно прийти и сдать кровь. Кому-то это может спасти жизнь. Люди, пострадавшие от травмы и ожогов, потерявшие кровь после операции, пациенты с онкологическими заболеваниями – это не полный список тех, кому помогает переливание крови. Я увлекаюсь волонтерством, также мне нравится что-то дарить, какую-то свою деятельность. Я могу сдать кровь, кому-то помочь, может спасти жизнь даже. Этот вид благотворительности доступен многим. Цель донорских акций – пополнение запасов регионального банка крови. Однажды, сделав такое важное доброе дело, студенты возвращаются снова и снова. Это не единичная акция, это не какой-то единичный поступок. Мы на протяжении года регулярно приходим на станцию переливания со студентами разных вузов, сдаем кровь, предварительно рассказывая этим же студентам, как подготовиться к донации. Подготовка к процедуре несложная. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, соленую и острую пищу. Не стоит принимать лекарственные препараты, все это может отразиться на качестве крови. Перед самой процедурой врачи рекомендуют выспаться и плотно позавтракать. После сдачи крови особых рекомендаций соблюдать не требуется. Нужно лишь воздержаться от курения и пить больше жидкости. Мы берем безопасную дозу для организма крови, которая не должна повлиять. Естественно, рекордов ставить не надо. Какие-то тренировки лучше исключить, особенно пробежки, особенно требующие именно кислородной поддержки для организма. Между донациями нужно соблюдать интервал в 60 дней. Стандартная доза забора крови – 450 мл. Это лишь 10% от общего объема крови в организме человека. У новичков берут на 100 мл меньше, чтобы не навредить донору и понять, насколько стойко он переносит процедуру. Ну, на самом деле, давно хотела сдать кровь, но мне не было 18, поэтому не было такой возможности. Вот сейчас могу и хочу. Очень много людей нуждаются в крови или в компонентах крови. А лично для меня никакой проблемы не составляет прийти и сдать кровь. Мне это не трудно, и я думаю, что другим тоже не трудно, и они должны к этому приобщаться. Спасти чью-то жизнь намного проще, чем кажется. Процедура сдачи крови занимает минимум времени. Она одновременно помогает и тем, кто нуждается в переливании и держит в тонусе организм самого донора. В 2022 году молодые активисты региона сдали около 200 литров крови. Общее количество доноров в области достигло более 18 тысяч человек. Благодаря им в медицинские учреждения направлено свыше 13,5 тысяч литров донорского материала. Для того, чтобы сдать кровь и помочь людям, нужно обратиться в Волгоградский областной центр крови. Готовность сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе смотра спецтехники с участием замминистра МЧС продемонстрировали специалисты службы спасения Волгограда. По оснащенности и уровню аттестации по видам проводимых аварийно-спасательных работ муниципальное учреждение – одно из лучших в Южном федеральном округе. В частности, в распоряжении службы полный комплект оборудования, которое применяют для ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Подключается скиммер, который на плаву через шланговую систему, через насос, собирается с воды нефтепродукт, перекачивается также в резервуар для дальнейшего вывоза на утилизацию. В своеобразные мобильные экспозиции городской службы спасения несколько десятков предметов. Гидравлические насосные станции, резервуары, распылители сорбента, средства индивидуальной защиты, пропитанные спецсоставом костюм, сапоги и многое другое. Все оборудование регулярно применяют в ходе учений по локализации и ликвидации аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов как на воде, так и на суше, а также в рамках обслуживания опасных производственных объектов по заключенным с предприятиями договорам. Спасибо губернатору, который мы попросили именно с нашим начальником главка МЧС России по Волгоградской области. Он пошел на уступки нам, так сказать, и выделил 12 миллионов денег именно для закупки вот этого оборудования. Мы аттестованы именно по максимуму, это свыше 5000 тонн. Такое муниципальное учреждение, как мы, служба спасения, я думаю, что мы в Южном федеральном округе, наверное, одни такие. Помимо приборов для ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, в распоряжении муниципального учреждения гидравлическое, пневматическое и электрическое современное оборудование, а также 12 плавсредств и 21 единица автотранспорта. В зависимости от вида аварийно-спасательных работ, специалисты готовы отправиться на выезд менее чем за 10 минут. В состав службы спасения Волгограда входят 114 человек. Только за прошлый год специалисты службы провели 5,5 тысяч выездов, из них больше 4,5 тысяч по ликвидации последствий ЧАЭС. Благодаря самоотверженным и мужественным действиям героев современности, в 2022 году спасены 932 человека. Помощь спасателей получили 158 детей. В случае возникновения ЧП волгоградцы могут обращаться за помощью по многоканальному номеру 089, а также на городскую линию и прямую линию с единой дежурно-диспетчерской службой Волгограда. Уникальная ретро-выставка печатных изданий, портрет типичного волгоградца и первые случаи заболевания корио в нашем регионе. Далее в эфире краткий обзор самых читаемых публикаций мтв.онлайн. В Волгограде открылась ретро-выставка печатных изданий. В экспозиции представлены книги, фотографии, листовки, а также легендарные газеты и журналы, такие как «Известия», «Красная звезда», «Огонек». В Волгоградской области до конца года построят 29 автономных котельных. Современные объекты ЖКХ будут обогревать дома в семи районах региона. Портрет типичного волгоградца составили аналитики по итогам переписи населения. Результаты соцопроса на портале мтв.онлайн. Четыре случая заболевания корио среди детей зарегистрировали в Волгоградской области. Все заболевшие из одной семьи. Двое находятся в больнице, двое уже выписаны. Профильный комитет утвердил границы и режим использования легендарного дома, в котором находился штаб Сталинградского фронта. Теперь возле памятника запрещены строительные работы, однако на его территории можно создать, к примеру, музей. А также красота, безусловно, сила, но при трудоустройстве не поможет. К такому выводу все чаще приходят работодатели. В чем причина? И зачем волгоградцам рекомендуют есть капусту, лук и редьку? Об этом не только читайте на нашем портале мтв.онлайн. Сталинградская битва и 1418 дней войны. Такое название дали организаторы новой выставки, посвященной 80-й годовщине Сталинградской победы. Экспозиция открылась в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Посетители увидят больше сотни произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Музей изобразительных искусств имени Машкова ежегодно готовит выставочные проекты, посвященные событиям Великой Отечественной и Сталинградской битвы. 2023 год не стал исключением. Изобразительное искусство всегда несет такую очень ответственную миссию. Не только воспитание подрастающего поколения, но оно также прививает вкус, расставляет важные приоритеты в жизни, восприятие жизни. И этот выставочный проект будет интересен и людям старшего поколения, и тот, кто принимал участие, застал события Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, а также молодежи. Сталинградская битва стала самой кровопролитной в мировой истории войн. За победу советскому народу пришлось заплатить очень высокую цену. Пропали без вести, были ранены, погибли более миллиона 130 тысяч человек, только военнослужащих, не считая мирного населения. По размаху и напряженности битва превзошла все предшествующие ей сражения. Сталинград стал символом скорби и боли. Каждый художник изобразил эту мысль по-своему. В основу экспозиции положен хронологический принцип именно создания произведений. И нам важно посмотреть акценты, что считает каждое новое поколение художников важным, чтобы помнить. Уникальность выставки, по мнению ее организаторов, в том, что в ее основе задача продемонстрировать изменения этических и эстетических акцентов нашей памяти о Сталинградской битве за три поколения художников. В наш сумбурный век надо как можно больше раздвигать границы, где занимало бы свое место искусство. Искусство это и есть, это и живопись, это и графика, это скульптура. То, что несет энергетику, энергетику нашего народа. Чувством патриотизма, скорби и гордости пронизаны произведения художников и скульпторов, обращавшихся к теме Сталинграда во время войны и после нее. Память как совесть и правда – так звучит главная идея выставки, посвященной 80-летию победы советского народа в переломном сражении Великой Отечественной. Подвиг защитников Сталинграда известен во всем мире и забывать об этом недопустимо. Я это помню, мой сын это помнит, и я бы очень хотела, чтобы мои внуки тоже это помнили и гордо несли вот этот генетический ход Сталинграда в себе, олицетворяя все самое лучшее, что есть в человеке – добро, мир, мужество, героизм, если это надо, даже в мирное время, а уж тем более, если нашей стране что-то угрожает. 2 февраля 1943 года – одна из самых судьбоносных дат в истории человечества. Победа в битве положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Дала надежду народам всего мира на скорую победу над фашизмом. Анна Полякова, Александр Шишин. Время новостей. 26 января – Ермилов день. Наши предки верили, что лучше всего сегодня оставаться дома. На Руси считалось, что вместе с холодами и морозами по улицам бродят хвори и болезни. Поэтому и себя, и сам дом нужно держать в тепле, а за порог выходить только в случае крайней необходимости. Более подробно о приметах и запретах, а также традициях этого дня расскажет мой коллега Алексей Чевский. Смотрите «Народный календарь». Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Чевский. И сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня почитают мучеников Ермила и Стратонника Сенегидонских, живших в III-IV веках. Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили «Ерёма на печи болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так «Ерёма на печи, а кошка в печурке». На Ерёму или Ермила советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку, значит нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили «Если кошка катается по половицам, тепло в дом стучится. Если стену дерёт, ненастья у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга наблюдать, куда чаще всего ложится зверушка. Встать на это место и не сходить с него подольше. Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное, то семь лет не будет счастья видеть. Впрочем, были и более паразаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель. Продавцам сегодня нельзя выгонять кошку из магазина. Можно покупателей лишиться. Если кошка в магазине провела лапкой по левому уху, привлечет много покупателей. Здоровому человеку нельзя садиться на любимое кошкой место – к болезни. А больному, наоборот, к выздоровлению. По народным поверьям, до часу дня рекомендуется не умываться, чтобы не смыть себя защиту от злых сил. Нельзя разводить сплетни, говорить плохое о другом человеке. Сказанное может вернуться к сплетнику в троекратном размере. Сон в ночь на 26 января ничего не значит. Является пустым. Потому обращать внимание на сновидения не стоит, какими бы яркими и запоминающимися они не были. Ну а теперь настало время поздравить наших дорогих именинников. Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков. От всей души поздравляем вас. И, кстати, родившийся в этот день будет самостоятельным, прямолинейным и напористым. Сила воли и решительность у таких людей сочетается с великодушием и чувством справедливости. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на НТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Бой курантов позади, салют отгремел и на вас напала тоска. Мы это исправим. На НТВ продолжается фотоконкурс «Елки-палки». Присылайте нам фотографию самого яркого момента ваших новогодних праздников. Обладатель лучшего снимка получит подарок. Семейное застолье, вечеринка с друзьями или покорение горных вершин на сноуборде. Пусть все узнают, как вы встретили Новый год. Сфотографируйте самый яркий момент праздника и пришлите снимок к нам. Сделать это можно сразу несколькими способами. Отправить на адрес электронной почты, который вы видите на экране, заполнить электронную форму на сайте mtv.online или отправить в социальные сети ВКонтакте. Победителей ждут самые разные призы. Фотосессия, бытовая техника и многое другое. Лучшие работы определят сами зрители. Голосование продлится с 28 января по 3 февраля. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на сайте rutube.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал в Дзене. А на этом пока все. Встретимся в эфире уже в 14.00. Не переключайтесь. Сегодня погода в Волгограде будет ясная, без осадков. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха 5-8 градусов мороза. Субтитры подогнал «Симон»